Вопрос от Радио Свободы у нас следующий. Пожалуйста, первый микрофон. Добрый день, Александр Егорович. Радио Свобода Валерий Калиновский. Коли у нас уже открытый реалек, то хочу сказать, что у нас до вас шмат накопилось опитания. Ну давай, Валерий, давай по очереди, я на все и буду отвечать. Потому есть колеса сотни. Хорошо, давай сотни. Я бы конкретно хотел попросить у перспективы, коли будет у вас час? Для Радио Свобода интервью. 20 годов уже не давали, видать. А я вообще с Радио Свободы разговаривал? Коли были кандидаты, а там президент 96, в этом вельми шмат. Да? Вот если это так, с моей стороны некрасиво стал президентом не ответить на ваши вопросы. Нет, после мы разговаривали, коли президентом, безумовно, а для великих интервью уже не было. Значит, Надежда Клавовна, мы должны с ними рассчитаться. Добро. Сегодня только одно, не злоуживающей вашей увагой и терпением коллег, одно питание в развитии того, о чём говорил мой коллег Андрей Маховский. Белорусские влады, на мою думку, могут довольно лёгко и худко болевшись относительно с Заходом. И, махчима, вы поедете на саммит в Рыгу Европейского партнёрства. Скасуются санкции некие, персональные... Слушай, сейчас про политзаключённых начали. Да, и вот, могу далее не протягивать. Коллег, вы выпустите, я не сказал политзаключённых, а вашего былого конкурента Миколу Статкевича, инших политичных активистов, над чем настойвая Запад. Вы приблизно такое уже робили в 2008-м годе с Александром Козулиным и иншими, когда отбылось такое поцепление. Такую махчимость вы разглядаете сегодня. А про Статкевича особисто хочу сказать, я один переписывайся. Я один из тюрьмы, и моя жёнка, и это лень тёрдый человек. Валерий, как такой диктатуры вы с тюрьмы писали, получается? Я не кажу про диктатуру, я уже переписываюсь, я веду, что это тёрдый человек, и он не напишет просьбу помилования. Вы сами можете нечто такое сделать. Знаете, я могу отмахнуться от вашего вопроса, сославшись, что я уже не один раз отвечал на этот вопрос. Но я этого не сделаю. Как человек искренний, вам пообещавший, простите за нескромность, я отвечу на вопрос и даже не скажу, что передо мной не ставили этот вопрос, или что я не вовлечён в это. Вот я мог бы так сказать, как полиция, знаете, не вовлечён. Есть суды, есть прочее. Нет. Это не так. Я слышу, что в этой связи говорят на Западе. Они прямо говорят политзаключённые. Я говорю, у нас нет политзаключённых, потому что у нас нет статьи в Уголовном кодексе политической. И это действительно так. Ну, хотите вы их называть политзаключёнными? Ладно, называйте. Это уже привычно. Этому даже внимание особое по содержанию не продаётся. Ну, многие так говорят, даже я иногда говорю, политвязни там, критикуя вас или в кавычки веря политзаключённые и так далее. Я никогда их не считал политзаключёнными. Я уже сказал когда-то о том, что есть закон. И этот закон для всех. Вы можете оспаривать, правильно его туда отправили, неправильно этого Статкевича, но он там. Проехали. Сегодня существующее положение такое. Все хотят, кроме него, наверное, чтобы он был на свободе. Все его друзья, и вы, Валерий, в том числе. Так? Так. Есть порядок, по которому вы назвали несколько фамилий, эти сидельцы сегодня в обществе. И поверьте, эти сидельцы были более значимы, чем Статкевич. И я тогда не побоялся пойти на то, чтобы по их просьбе их амнистировать. Я их не считал конкурентами для себя политическими, не считаю сейчас. Статкевич – меньшего калибра человек. Простите, что я так о нём говорю, и пусть он на меня не обидится. Поэтому не думайте, что я его вот удерживаю там, чтобы после выборов выпустить. Вы сейчас удивитесь, но главное для меня при решении этого вопроса даже не вопрос написания просьбы о помиловании. Не это главное, хотя по закону это так. Главное. Представьте, он находится в тюрьме. Не в тюрьме, а в колонии. Так? Он там где-то работает, не работает. Там, в этой колонии, он не один. Так, Валерий? Не один. Пускай 800, пускай 500 человек. Скажите, они не хотят быть на свободе? Хотят. Они бы тоже нашли мотивацию. Но я почему-то сейчас подписал указ, амнистирую Статкевича. А почему не Петрова, не Сидорова, не Иванова, который там рядом находится? Почему не его? Как ни странно, меня это больше всего напрягает. Я вот недавно возвращаясь к этому вопросу, в очередной раз услышав от страны Запада подобное предложение, подумал о том, слушайте, если бы уже колония обратилась и сказала, что заберите вы этого Статкевича, это камень с сердца. Пускай он идет к вам на свободу. Пускай он идет в колхоз, совхоз работать куда угодно. Но только чтобы я не выглядел идиотом перед теми людьми, которые там находятся и которые также хотели бы быть на свободе. Поверьте мне, как человеку вот сейчас это, вот это для меня главное. Видите ли, осужденные поймут и так, а, Лукашенко там испугался, видите ли, его выпустил, потому что он Статкевич, а я вот здесь сижу. Поступил таким образом, я, возможно, полколонии должен амнистировать. А имею ли я на это право и основания, самое главное? Наверное, нет. Вы понимаете, о чем я так сумбурно несколько пытаюсь вам сказать? Юридично вы бездакорно ли? Не все у нас юридично выражается, а есть и политично, и некие мотивы. Нет, здесь общечеловеческие. Человеческие, правда, не политические. Он для меня не политик. Валерий, я тебе клянусь своими детьми, он для меня не политик. У меня есть кадры иностранных агентств, может быть и вы там были оператором, где он повел на штурм, у нас заборов нет вокруг резиденции президента, правительства, ни на Карла Марса, ни там, он повел на штурм людей. У меня есть все записи команды его, у меня есть переговоры с Киевом, когда ему предлагали, иди, премьер-министр кресла, садись, ломай двери. И он с Киева звонок. И он пошел на этот штурм. У меня все это видеозапись. Это же преступление в любом государстве карается еще жестче. Но ладно, это проехали. Это прошли, это было. Поэтому не надо сегодня говорить, что он политический заключенный. Он совершил преступление. Плохо, хорошо, нет, да. Суд принял решение. Суд принял на основании законов. Плохое у нас государство, с точки зрения там некоторых людей. Плохое у нас законы. Но закон есть закон, его надо выполнять. А если плохое государство, ну что ж, у нас некоторые бывшие сидельцы живут в Америке, в Польше еще где-то. Не нравится государство? Выбирай другое, живи. Мы же не запрощаем. Хочешь жить в этом государстве? Это твое государство. Я не имею права никого прогонять из этого государства. Такие граждане, как президент страны. То живите по этим законам. Пока они существуют. Поэтому не надо меня упрекать, что это какой-то политический конкурент президента. Ну какой он конкурент? Он же проиграл мне на выборах. Я же вам дал прямой эфир. И вы, чтобы какую-то идею. Вот что людям запомнилось от Статкевича и других с тех выборов. Вот я несколько передач этих смотрел в прямом эфире. Идет, идет, а потом злобный оскал. Площа, площа, площа. Я не знаю, может Давыдьки с Киселем и Казияткой специально так показывали? Так это же прямой эфир был. Вот кроме площи я ничего не слышал. Я не помню какой-то созидательной программы. Народ проголосовал. Выборы прошли. Поэтому не делайте его какой-то значимой фигурой. По крайней мере, я его не считаю политическим конкурентом. Что меня больше всего волнует? Я не скидываю вопросы законности его, что он в обращении должен написать и так далее. Но это уже сегодня не главное. Главное, как я буду выглядеть перед теми людьми. Да и перед вами тоже. Как вы оцените это? Я не хотел бы, чтобы это был в угоду какой-то политике розыгрыш. Я бы этого не хотел. Я никогда этого не делал. Никогда. Можно докладить? Ну, коли ласка. Все ли это будут снова выборы? Кто захочет, и кто не побоится балотоваться у президента, коли один из них все еще в турме? Так балотуйтесь. У нас же один из них у турме, как вы сказали. Один. Не усешь. Но некоторые выпущены. Нет, если вы будете ломать двери в доме правительства, я вас посажу. Я лично буду инициатором, чтобы вас посадили. Не ломайте ничего. Действуйте по закону. Пройдите этот нормальный путь. Давайте цивилизованно. Мы же государство в центре Европы. Выйдите на голосование. Вы хотите быть кандидатом? Я вам гарантирую полную безопасность. Только ничего не ломайте, не крошите. Ладно, оскорбляйте меня. Что угодно оскорбляйте, но только не ломайте ничего. Не убивайте никого. Вот и все. Не надо никого бояться. А если вы таким образом решили, ну, Валерий, ну, что мы будем с вами спорить? Мы знаем, кто деньги заплатил. Я же не глупый человек. У меня есть возможности. Я знаю, под что давали деньги. Я знаю, что от вас требовали. Я знаю, что от них требовали. Я знаю, что от них требовали. От них требовали Майдана в Беларуси. Ну, тогда там, наверное, еще не так называлось. Это требовали. Под это деньги дадим. А я это знал. И я не мог этого допустить. Не мог. Ну, не очень же там побили кого-то. Вы пошли на штурм до правительства, где бы такое было. Ну, не очень побили. Отсекли этих боевиков. Аккуратненько отвезли в автобусы. Померзли ночь. К утру половину отпустили. К вечеру следующего дня осталось 30 человек боевиков. В том числе и этот. А можно было и больше числа спросить. Простите за эту откровенность. Мы же это все помним. Но опять третий раз в руку проехали. Поэтому давайте по-человечески. Езжай в тюрьму, Валерий. Собирай подписи. Нет, я не для этого. Собирай подписи заключенных. Уговаривай их как хочешь. Потом я проверю. Насколько это было честно, без подкупа и прочее. Отпустят его коллеги. Где вы живете, дайте адрес. Привезут вам его. Я уже пойду на сделку с совестью. Но я не сказал про Запад. Вы говорите. Вот, решите это пытание. И все будет добро. И на усходнее партнерство. Слушайте. Да я не рвусь на это усходнее партнерство. Я не рвусь. Мне посиделок хватило за 20 лет. Я вижу, как там решаются вопросы. Хотя я не отвергаю этого. Второе. Если мы решим один вопрос. Так было уже в моих отношениях с некоторыми западниками. Они придумают второй вопрос. И они будут мочалить меня, а может быть и всех моих сторонников до президентских выборов. А потом посмотрят. Поэтому вы меня не обрадовали. Дело тут не в том, чтобы нормализовать отношения из-за некоторых сидельцев с Западом. Запад смотрит гораздо дальше. Слушайте, в Украине гибнут тысячи. Тысячи. И каково поведение Запада? Поэтому я знаю Запад. И вы его знаете. Спасибо вам за обиду. Добрый Великий Александр Григорьевич. Подъемте на притягу диалогу в интервью Радио Свобода. Кали ласка. Я пообецал выканную обицание.